В самом Донбассе вдоль всей линии разграничения вскоре появятся камеры видеонаблюдения. С их помощью за оперативной обстановкой будут следить представители миссии ОБСЕ. Они по-прежнему находятся в регионе и контролируют соблюдение перемирия. Накануне они приехали с инспекцией в так называемую нейтральную зону. Жители пожаловались на обстрел со стороны украинских военных. Что увидели наблюдатели, узнала Александра Черепнина. Колонна ОБСЕ паркуется при въезде в Коминтерново. Дальше пешком, чтобы все увидеть своими глазами. Первое впечатление – в поселке спокойно, обстрелов не слышно. Местные жители отвечают – это только сейчас. Вы проезжаете, тихо, выехали. Опять начинается все. И так каждый день. Коминтерново – это так называемая нейтральная зона. Территория не подконтрольная ни одной из сторон. Она необходима, чтобы не допустить прямых боестолкновений. Поселок, по словам его жителей, обстреливают оттуда, где стоят украинские силовики. Все сюда прилетают с Украины. Вот вчера, как мы, ели, полсела ели спаслося. Вот дочка не знала, куда бежать. Ей три годика. Что она видела? Дитё войны. По данным Минобороны ДНР, его представители прибыли сюда вместе с сотрудниками миссии ОБСЕ, только за ночь. Накануне приезда мониторинговой группы по поселку было выпущено как минимум 10 мин. Разрушены два дома. Один уже не восстановить. От него остались только стены. Внутри, по счастливой случайности, никого не было. Здесь еще жар чувствуется. Как вот теперь хозяйка приедет и посмотрит на это? Ничего плохого никому не сделала. Обстрел минометный. И по огородам шло, и по улице шло. Коминтерного на осадном положении. Как только начинается обстрел, он, как и многие здесь, спускается в подпол, где порой приходится сидеть часами. Под теплыми одеялами согревается, пока морозы не сильные. Вот так вот как начинают сильно, они бомбить. Деваться куда? Куда? Деваться некуда. Здесь больше нет ни больницы, ни школы. Вот, к примеру, что осталось от детского сада. По всему зданию выбиты стекла и двери, в стенах дыры. Большинство жителей переехало в Мариуполь. Он в нескольких километрах. Но некоторые решили остаться. Сейчас в поселке около 300 человек. Среди них пятеро маленьких детей. Электричество сами ремонтируем. Газопровод перебивает сами. Закручиваем чем можем. Резиной скотчем. Люди хотят здесь жить. Не хотят отсюда выезжать. Если нас не выбьют, мы здесь сами не уйдем. Местные жители провели для мониторинговой группы экскурсию по всему поселку. Наблюдатели зафиксировали последствия недавних обстрелов и разрушения в домах, и большие воронки на дорогах. Все это должно быть отражено в отчетах, для которых скоро появится еще один источник информации. Как ожидается, самый объективный. По всей линии соприкосновения миссия ОБСЕ планирует установить видеокамеры обзором в 360 градусов. Они будут снимать круглые сутки, чтобы стало наконец понятно, кто и откуда стреляет. Картинки, которые мы получим с камер, будут использоваться так же, как картинки с наших беспилотников. То есть мы опишем то, что увидим, и используем эти данные в наших отчетах. Я хочу подчеркнуть, камеры — это не решение конфликта, просто они усилят наши наблюдательные способности. А минские договоренности, конечно, должны выполняться. Такие камеры уже установлены в Широкино. Следующим местом, где они появятся, станет район Донецкого аэропорта. Там, как планируется, круглосуточное видеонаблюдение заработает до конца января. Александра Черепнина, Наталья Стойнова, Рушан Умяров, Первый канал.